Очередная выездная встреча с жителями прошла в поселке Харлова. Исполняющий обязанности руководитель администрации Артур Болотников вместе со своими профильными заместителями ответил на ряд актуальных для жителей вопросов. Главной темой стало благоустройство и сфера ЖКХ. Заместитель главы местной администрации Маргарита Ламбакахар рассказала об основных направлениях деятельности. В частности, в поселении построено и отремонтировано почти 130 тысяч квадратных метров автомобильных дорог и более 4 тысяч квадратных метров тротуаров. В 12 многоквартирных домах проведен капитальный ремонт, благоустроено 14 дворов из 20, приводят в порядок и контейнерные площадки. Большое внимание уделяется реконструкции уличного освещения. Каждый год мы меняем опоры СИП и устанавливаем светодиодные светильники, которые практически уже на 90% мы в общей сложности на них перешли. В завершение своего выступления Маргарита Евгеньевна обратилась с просьбой привлечь в поселение инвесторов для создания новых рабочих мест. Программа правительства Московской области как раз этому и посвящена. И один из пунктов это где родился, там и пригодился. То есть ты должен работать и нужно обеспечить муниципальным властям работу именно местным жителям, чтобы они не ездили в Москву или в какие-то другие города, в Коломну, я не знаю, в Броницы, а именно чтобы здесь работали. Продолжилась встреча работой по секции. Жители смогли напрямую обратиться к профильным заместителям. Все вопросы были распределены по блокам – социально-муджиично-имущественных отношений, городской инфраструктуры и работе МФЦ. Одновременно с этим Артур Болотников встретился со старостами деревень. Они честно рассказали о самых острых проблемах, с которыми сталкиваются жители. Это сбой в работе электросети, вопросы уличного освещения и нехватка пресной питьевой воды. Деревня полностью без воды. В колодце, вы знаете, все пересохшие воды вообще. Старики, бабушки не могут налить. Ну, просто пусто. Продвигаем деревню, а вот ездим, кто договаривается, кто соседей едет. Берем канистры и едем. А в деревне сколько у вас человек живет? Живет или прописано? Не, не, зарегистрировано сначала. Ну, зарегистрировано, но у нас не так много, а 30, да. Программа губернатора «Чистая вода» существует с 2015 года. Но там, где есть уже скважины, там, где станции обезжелезования есть, да, то есть мы их модернизируем и приводим в нормативное состояние. Но там, где нет центрального холодного заснабжения, ХВС так называемого, да, то нужно входить в программу. Проблема в том, что, как я уже сказал, в законе написано 100 человек зарегистрированных, не проживающих, а зарегистрированных. Значит, мы внесли поправку в законодательство сначала в областной дом. Я выступал дважды на круглом столе в Московской областной доме о том, чтобы нам надо привязку сократить хотя бы до 50, потому что меньше 50 это нереально. Мы и 100-то человек области, не область, России не может обеспечивать. Но хотя бы 50 человек, у вас есть возможность людей сагитировать для того, чтобы они зарегистрировались и так далее. Сейчас это находится в Госдуме. Госдума сейчас ушла на каникулы, вчера у них крайний день был. Я надеюсь, что следующие как раз рабочие сентября, они начинают работать, это включат в повестку и будут это обсуждать. То есть это важный момент. Подводя итог, Артур Болотников поблагодарил жителей поселка Харлова за активное участие в решении вопросов. Все вопросы будут рассмотрены в ближайшее время. Те вопросы, которые могут быть решены оперативно, они будут решены. Буквально за столом мы несколько вопросов уже решили и согласовали. А те вопросы, которые требуют дополнительного вмешательства, финансирования и времени, они будут у нас рассмотрены на ближайшем и совете, на ближайшей комиссии. И будет предложение изменения в бюджет уже при преобразовании в городской округ. Я надеюсь, что средства необходимые мы предусмотрим совместно с правительством Московской области и решим проблемы насущные, которые интересуют наших жителей. Денис Цветков, Евгений Стародубов. Новости Искровект. Субтитры создавал DimaTorzok